В эфире Панорама. Здравствуйте! О главных событиях в регионе в изложении журналистов телекомпании «Юнион» в самое ближайшее время. И сегодня в выпуске смотрите. Поддержали президента, осудили действия правоохранителей. В Донецке дали оценку ситуации в Украине. Больше об этом в материале журналистов «Панорамы». Двое погибли, один в тяжелом состоянии. Это последствия ДТП в Макеевке. Подробнее в сюжете Ольги Сапроновой. Служу украинскому народу. В Донецке призывники внутренних войск приняли присягу. На мероприятие побывал Сергей Аганесян. С Дедом Морозом и русалками у Донецких моржей начался сезон зимнего купания. На торжественном открытии побывала Дарья Захарова. Взять ситуацию под контроль и вернуть конституционный порядок в стране. С таким требованием к президенту и правительству обратились депутаты Донецкого областного совета. Решение приняли на внеочередной сессии. Там обсуждали сложившуюся в стране ситуацию. Больше об этом в следующем сюжете. В сессионном зале собралось 120 депутатов, главы городов и районов, первые лица области. Председатель Донецкого облсовета Андрей Федорук зачитал обращение к президенту и правительству Украины. Мы просим президента защитить европейские ценности, которые мы разделяем. Свободу слова, свободу собраний. Братья украинцы, этот голос идет с востока. Мы призываем весь украинский народ от Львова до Луганска не терять нашего самого большого достояния. Единство. Одним из первых выступил народный депутат Николай Левченко. Парламентарий возмущен ситуацией в государстве и просит навести порядок на улицах. Для себя и Германия, и Франция, и Италия, и другие мощные государства европейские создали территорию справедливости и равных возможностей. При подписании договора наше правительство и наш президент столкнулся с политикой двойных стандартов. Для нас эти двери в равные возможности оказались закрыты. И студенты, и те люди, которые киевляне, местные жители, они искренне в своих заблуждениях. Они действительно верят в эту эйфорию европейскую. Им действительно, наверное, кажется, что, постояв на Майдане или подписав всего-навсего один документ, мы сразу получим европейские зарплаты и отремонтированные дороги, и наведем порядок в стране. Но поэтому они, конечно, заблуждаются. Депутаты облсовета осудили действия правоохранителей в минувшие выходные в Киеве и призвали провести тщательное расследование произошедшего. Веркут – это наши дети, которые выполняют свои обязанности. Кто им дал такую установку и почему пролилась кровь? Совершенно согласно нужно обратиться к Захарченко, министру внутренних дел, о том, чтобы он провел служебное расследование и понесли наказание виновные. Ирина Попова – депутат фракции коммунистов. Она просит президента разблокировать работу государственных органов в Киеве. К нам придут те пенсионеры, которые не получат пенсии, те бюджетники, которые не получат зарплаты. И я считаю, что в этих условиях нравится кому-то Виктор Федорович или не нравится. Он законоизбранный президент. И он должен употребить всю полноту власти, чтобы привлечь виновных к ответственности, чтобы каждый получил засодеянное. Подавляющее большинство студентов наших находятся в студенческих аудиториях. Вузы работают в нормальном режиме. Ситуация абсолютно спокойная. Губернатор области Андрей Шишацкий поддержал позицию президента. Также заверил, курс евроинтеграции не изменится. Но воспринимать подписание соглашения как равносильное вступлению в Евросоюз нельзя. Мы должны защитить свои семьи, свои рабочие места. Мы не можем ценой гибели Донбасса, я как губернатор промышленной области, допустить, чтобы были безответственные шаги. Мы же не в плен сдаемся. Мы в Евроассоциацию собирались идти. Мы не собирались сдаться при любых условиях. Всего на сессии выступило 9 человек. Требования к президенту депутаты поддержали единогласно. Руководитель областного совета подчеркнул, сессию не закрыли. В любой момент депутатов могут собрать снова. Екатерина Минаева, Роман Громняк, Олег Литвинчук, Панорама. Полную версию внеочередной сессии Донецкого областного совета смотрите на нашем канале. Начало сегодня в 21.00. Донбасс будет защищать свой выбор и президента. В этом уверен губернатор Андрей Шишацкий. По его словам, в данный момент в регионе не проводится масштабных акций протеста и забастовок. За спокойствие на улицах городов глава области поблагодарил жителей. Призвал и дальше не поддаваться на провокации. Я за Конституцию Украины, за ее четкое соблюдение. Президент избран законно. Поэтому нет никаких сомнений, что Донбасс будет защищать свой выбор. А естественно я как губернатор, который нахожусь в вертикали власти, буду всячески поддерживать президента. Не поддаваться на провокации оппозиции и не поддерживать забастовки. Такое обращение к жителям столицы Шахтерского края приняли на внеочередной сессии Донецкого городского совета. Депутаты поддерживают возмущение людей, выступивших против применения насилия к участникам мирных собраний. Призывают наказать виновных в силовом разгоне Евромайдана в Киеве. При этом заявляют, что блокирование работы органов государственной власти и самоуправления, остановка промышленных предприятий, призывы к дестабилизации экономики недопустимы. Предостерегаю от забастовок, которым призывают лидеры политической оппозиционных сил. В Донецке дан старт на топительному сезону. Все предприятия жизнеобеспечения города должны работать в штатном режиме. Подача воды, тепла, работа общественного транспорта, больниц, школ не должна прекращаться. То, к чему стремятся политические авантюристы, в Донецке не пройдет. В Макеевке также поддержали президента. В городском совете состоялась внеочередная сессия. Единственный вопрос в повестке дня – обращение депутатов в связи с общественно-политической ситуацией в стране. Текст принятого документа направят в Верховную Раду, в Кабинет министров и президенту. В нем осуждение действий оппозиции, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Также мэр Макеевки Александр Мальцев обратился к горожанам, призвал не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие. Сегодня всем нам необходимо предпринять все для стабилизации сложившейся ситуации, найти и наказать провокаторов, без которых не обошлось то, что сегодня происходит, который толкает сегодня прямо людей на необдуманные действия, на разрушение и на силовое сопротивление. Просим президента Украины и правительства не допустить посягательства на устойчивое развитие украинской государственности, не допустить раскола гражданского общества. Обращаемся ко всем политическим партиям с требованием о прекращении любых посягательств на конституционный строй Украины, пропаганду войны, насилие, нарушение прав и свобод человека, призывов к препятствию работе государственных органов и должностных лиц. В связи с политической ситуацией все административные здания в регионе охраняются в усиленном режиме. На входах в государственные учреждения у посетителей тщательно проверяют документы. Власти Донецкой области опасаются провокаций. Прямо скажу, мы опасаемся провокаций. Вспомните Верзилова с бабушками, который просто разбил стекло, побил милиционера. Ну вот такого уровня как минимум опасаемся. Завтра на телеканале Юнион губернатор области Андрей Шишацкий даст свою оценку происходящим в Украине событиям. Прямой эфир начнется в 18.20. Звоните, задавайте руководителю региона вопросы. Обсуждать сложившуюся ситуацию в студии нашего телеканала будут всю неделю. Лидеры общественного мнения региона выскажут свое видение случившегося. Следите за нашими анонсами. Повредил две машины и пытался скрыться. Авария произошла в Червоногвардейском районе Макеевки. Внедорожник с пьяным водителем за рулем столкнулся с Ланосом. Два пассажира последнего авто погибли. Это сотрудник линейного отдела милиции на железнодорожной станции Донецк и его бабушка. Шофер в тяжелом состоянии в реанимации. После этого водитель Лэнд Ровера попытался уехать с места ДТП и протаранил еще одну машину. Подробности в сюжете Ольги Сопроновой. Это пересечение свободы и геологической. По словам очевидцев, здесь внедорожник на большой скорости врезался в Ланос. От удара вторая машина въехала в столб. Водитель внедорожника продолжил движение и задел Волгу. На месте происшествия до сих пор обломки автомобилей и разбитые стекла. Андрей Дудченко видел последствия ДТП через час после столкновения. Эти кадры снял на мобильный телефон его друг. Бампер был смят, салон был сильно поврежден. Длина уменьшилась в два раза. Что еще? Скорость была столкновения больше 120, где-то 150. По словам очевидцев, через 15 минут после столкновения на место аварии приехали спасатели. Им пришлось срезать крышу Ланоса, чтобы достать погибшую женщину. Также они смыли с дороги топливо, которое вытекло из бензобака машины. Возможно было его возгорание в процессе проведения аварийно-спасательных работ, либо короткого замыкания проводки автомобилей. Поэтому его силами личного состава он был смыт. Сначала извлекли лобовое стекло, через него достали пострадавшего водителя, пассажира погибшего. Затем с помощью гидролического инструмента срезали крышу на машине и извлекли тело погибшей женщины. Водителя Ланоса в тяжелом состоянии доставили в первую макеевскую больницу. Состояние его тяжелое, обусловлено наличием сочетанной травмы, перелом костей и конечностей, черепно-мозговая травма, травматический шок. По словам правоохранителей, виновник ДТП пытался скрыться с места аварии. Его остановили сотрудники Беркута. Водитель внедорожника был пьян. В непосредственной близости от места ДТП проезжал наряд Беркута. На служебном автомобиле в составе четырех человек. Увидев данную ситуацию, им было указано, куда начал скрываться автомобиль, они начали его преследовать. Водитель отказался от прохождения медосвидетельствования. Он был доставлен в наркологический диспансер и в медицинское учреждение, где были зафиксированы данные факты нахождения его в состоянии огольного опьянения. Завтра виновнику аварии выберут меру пресечения. Водителю внедорожника грозит от пяти до десяти лет тюрьмы. Ольга Сопронова, Кирилл Иванов, Панорама. Больше 14 часов на холоде в Красноармейске. Родители выгнали из дому свою восьмилетнюю дочь. До четырех утра она скиталась по улицам города. Прохожие, заметившие плачущего ребенка, вызвали скорую и милицию. В ситуации разбирались мои коллеги. Восьмилетнюю Оксану прохожие заметили возле этой стены. Здесь девочка простояла всю ночь. По словам ребенка, из дома ее выгнал пьяный отец. Папа часто пьет? Да. И часто выгоняет? Часто. А мама? Бывалась мамой выгоняла. А мама с ним пьет. Сейчас Оксана находится в педиатрическом отделении Красноармейской районной больницы. По словам медиков, ребенок нуждается в лечении. У ребенка переохлаждение было на улице май месяц. Поэтому ребенок был охлажден и в какой-то степени мокрый. Мать Оксаны Светлана утверждает, из дома ребенка никто не выгонял. Она сама сбежала и делает это не впервые. Искала. Я всю ночь проходила по улице. Поезд знакомым, друзьям. В городской службе по делам детей рассказали, ни мать, ни отец Оксаны нигде не работают. Кроме дочери, воспитывают и трехлетнего сына. В дальнейшем сейчас мы будем собирать комиссию социальных работников. Будем выезжать на место, то есть по месту проживания данной семьи. И будем уже рассматривать вопрос о целесообразности возвращения ребенка в семью. Пока соцслужбы будут проверять семью, Оксана останется в педиатрическом отделении. От любого упоминания о родном доме девочка начинает плакать. Возвращаться к родителям она боится и категорически отказывается. Екатерина Пороханяк, Панорама. В село 1 мая Красноармейского района провели газопровод. Жители 270 домов теперь смогут обогревать жилье и готовить пищу на голубом топливе. Более 3000 метров газовых труб проложили под землей. Работы начали в августе. Коммуникации подвели ко всем домам трех главных улиц села. Потратили более 800 тысяч гривен. Половину сумму выделили из районного бюджета. Остальные деньги жители собрали самостоятельно. Жители вложили 420 тысяч гривен. Но это громаднейшая сумма для такой части населения. Это 61 человек в кооперативе. На данный момент уже подключено 14 дворов. На сегодняшний день дело можно сделать только общими усилиями. Усилиями громады. И, естественно, власть станет рядом всегда с вами. Слушав украинскому народу, в Донецке призывники внутренних войск приняли присягу. В столицу Донбасса приехали солдаты со всей Украины. Ряды военных пополнят более 200 юношей. На мероприятии побывал Сергей Аганисян. Две недели тренировок, изучение устава и обращение с оружием. Принять присягу готовятся 207 призывников. Руслан приехал из Луцка. Рассказывает военным, хотел стать с детства. Я просто хотел продолжить род, у нас все в армии служили. Это будет хороший пример для тебя, для семьи. Будут тобой восхищаться, сказать, о, у них какой он сын. Присягу солдаты принимают по очереди. Присягаюсь выполнять свои обязанности в интересах співвітчизників. Присягаюсь никогда не радить украинскому народу. Поддержать призывников приехали родители и друзья. После принятия присяги солдатам дали попрощаться с родными. Конечно, скучаю, но не страшно. Не страшно, мы верим, что у нас все хорошо. Будете его поддерживать, отправлять ему по посылке борщ, может быть? Ну, конечно, будем. Больше не просить, сказала, кормить очень хорошо, а сладко хочется. Мужчина должен обязательно пройти армию. Потому что я как отец помню в прошлые времена, что даже все и девчонки, и все, если не был в армии, значит, что-то больной. По подразделениям призывников распределят через несколько дней. Однако продемонстрировать умения солдаты успели и во время присяги. Устроили показательное выступление для присутствующих. Данное мероприятие проводится постоянно для того, чтобы показать родителям, чем мы живем, как мы служим и соблюсти весь воинский ритуал. Армия даст этим судьбам очень многого. Первое – это уверенность в завтрашнем дне. Второе – они смогут работать в целовых структурах. Третье – армия их закалит в общем, как мужчины. В внутренних войсках эти ребята прослужат год. Сергей Ганесян, Артем Молчанов, Панорама. В Донецкой области на карантин закрыли первую и пока единственную школу. Об этом сообщили в Санстанции. Более 150 учеников Новоазовского района не выходят на занятия. Эпидемиологический порог по гриппу и острая респираторная вирусная инфекция в целом по региону не превышен. Но уровень заболеваемости растет. За прошедшую неделю в больницах области зарегистрировали более 17 тысяч пациентов с диагнозом ОРВИ. С Дедом Морозом и русалками у донецких моржей начался сезон зимнего купания. Традиционно любители поплавать в ледяной воде собираются у первого городского пруда. В этом году это уже 10-й юбилейный сезон. На открытии побывала Дарья Захарова. Через пару дней здесь будет лед, воздух, воду. Чтобы вода была хорошей. Сезон зимнего купания на первом городском пруду открыли театрализованным представлением. В костюмированном шествии участвовали Нептун, зима, моржи. Первыми в воду окунулись русалки. На улице 5 градусов тепла, температура воды плюс 2. Любители моржевания один за другим погружаются в водоем. 9-летний Глеб среди них самый юный. Зимой мальчик купается второй раз. Очень хорошо. Такое ощущение, как будто сначала ныряешь, а еще не холодно. А когда ты согреваешься, у тебя хорошее ощущение, приятное. Владимир купается зимой третий год. Мужчина решил однажды попробовать и теперь периодически приходит поплавать в ледяной воде. Заряд энергии, бодрость, духа. Ощущаешь силу. Состояние отличное. Экстрим замечательное. Моржеванием Полина занимается 10 лет. Говорит, это закаляет организм и теперь она практически не простуживается. Зимнее купание дает здоровье. Это прежде всего бодрость духа. Это хорошее настроение. Это закалка вообще-то на весь год. Чтобы не заболеть купанию в зимних водоемах, нужно быть подготовленным, рассказывает Виталий Макаренко. Для того, чтобы закаливаться, желательно начать купаться летом и продолжать осенью. Постепенно, постепенно. Просто осенью меньше купаешься, чем летом. Зимой еще меньше купаешься. Зимой достаточно два-три раза окунулся и вылазил. Вот как раз это дает бодрость тела и духа. После купания в пруду все согревались чаем из самовара и танцами. Всего в открытии 10-го юбилейного сезона зимнего купания участвовало около 60 дончан. Всем, кто окунулся в этот день в водоем, вручили грамоты на память. Дарья Захарова, Роман Фролов, Панрама. Одежда, обувь, игрушки и деньги на лечение онкобольных детей. В регионе стартует благотворительная акция «Успеть помочь». Об этом сообщил председатель областной администрации. Андрей Шишацкий подчеркнул, в этом году мероприятия будут более масштабными, чем в прошлом. Желающие смогут сдать кровь, собрать деньги на медицинское оборудование, одежду, обувь, книги и средства гигиены. Кроме того, в школах-интернатах области организуют мастерские Деда Мороза. Там будут изготавливать подарки к Новому году. Потом их передадут в детские больницы региона. Это хорошее человеческое дело – помогать больным детям. У нас будут елки, будет и в цирке праздник для деток. У нас будет хорошее ледовое шоу для детей-сирот, для детей, у которых родители лишены родительских прав, для малообеспеченных и просто для гостей. Иудеи Донецка отметили хануку. Это еврейский праздник свечей. Их зажигают в честь чуда, произошедшего при освящении храма. На бульваре Пушкина собралось более 200 человек. Историю возникновения праздника расскажет Инга Лапикова. Шауль Миламет на бульвар Пушкина пришел с женой и детьми. Рассказывает ханука – самый долгожданный праздник для их семьи. Праздник света прежде всего. Каждый раз, когда мы зажигаем эти свечи, мы приносим в мир свет как можно и с каждым днем все больше. Каждый день мы зажигаем на одну свечу больше, таким образом увеличивая количество света в мире. И это символ того, что каждый день мы должны делать как можно больше добрых дел, приносить в этот мир больше света. В этот день принято давать детям деньги. Их называют ханукальными. Частью суммы ребенок должен поделиться с обездоленными. Мы очень любим этот праздник всей семьей отмечать, потому что он очень светлый. И мы очень любим зажигать свечи на хануку, сидеть возле них, теперь песни играть с волчком, с вивоном. То есть они, как это ни странно, ждут этот ханук и гелл, то есть этих монет, специально ханукальные монеты. Потом они могут, естественно, их потратить на свои мечты. Это значимо для детей. Ханука – один из крупнейших еврейских праздников. Его отмечают 8 дней, в каждой из которых зажигают по одной свече. Это символ очищения и чудо. В эти дни принято веселиться и петь. Чудо, которое произошло 2187 лет тому назад в Иерусалимского храма, который должны были зажечь свечи на минора, на самосвечник. И кувшин масла был маленький, который хватил на один день. Переизошло чудо, и это количество масла горело после. Сейчас память это чудо. Праздноваем каждый год в эти же дни это чудо. Еврейская община – одна из этих конфессий, самая древняя религия, которая существует на земле. И поэтому здесь собрались люди на праздник, который празднуется во всем мире. Поэтому я посчитал своим долгом прийти, поздравить наших жителей нашего города с этим праздником. В честь праздника евреи Донецка украсили свои машины подсвечниками с надписью «Веселой Хануки». Всем собравшимся раздали также сладкие пончики. В шахтерской столице праздник отметили 18-й раз. Инга Лапикова, Алина Калмыкова, «Панорама». И таким вот этот день увидели журналисты нашей информационной службы. Смотрите новости, будьте в курсе всех событий. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин